Доброе утро! Так у нас Мася встречает утро. Да. Ну? Что? У тебя одна история каждый день. Господи! Я уже не удивляюсь ничему. Ну, и чего за страдания? Каждый день мы лазаем по крышам, каждый день мы орём. Потом слезаем и идём домой есть. Доброе утро, мои дорогие! И вот мне ещё говорят, ой, а зачем вот вы купили дом у дороги? Я говорю, как, зачем? Я вышла, и у меня асфальт. Ну, пыль же летит. А то у вас не летит. Летом тут везде пыль летит. Ты мой хороший! Ты мой хороший, да. А вот так вот. Ладно, кто только летом приезжает, да, на дачу. А вот так вот. Кто живут и ходил по этой грязище. А я вышла и ищу чего-нибудь зелёное. Ну, сейчас такое, видите, ничего красивого нет. Танюшечек поздравить. Вот, нашла бамбук. Ну, Танюшечек поздравила, как смогла. Я не умею речи говорить. Иду домой. Видите, у нас прям построен какой театр управления для собраний. Да, на 400 домов в самый раз. Поэтому и толпа постоянно. Орущая толпа. Ой. Неприглядная картина. Чё говорить-то? Вот, навезена вот эта мулька, или как она называется? Засыпать дырки. Ну, что-то так и лежит. А чё от неё толку? От неё только пыль летом. Да и то засыпать-то не могут. Ну, пчёлы зимуют. Первый раз их сюда привезли на зимовку. Я как-то показывала. Ну, может, кто не видел. Такие прицепы и там томики. И всё покрашено в разные цвета. Все вот эти... Улии, где они спят. Где вот, не знаю, вам видно, нет? Вот у них, значит, сделано так. У них улей покрашен, допустим, наполовину снизу розовый, наполовину сверху голубой. Другой наоборот. Вот третий вот тоже так же, но только не вдоль, а поперёк. Внизу там вот половина жёлтый, половина зелёный. Вот самое главное, они же знают, какой их домик. А у меня вот в Курчатове, в Курской области... Наташа, Серёжа, Серёжа там вот у него. Мы ещё когда-то приезжали. Макарику, по-моему, на два годика было, или три. И он спал там у него в этой штуке. Там так пахнет, ой. А у Серёжи было наоборот. У него были нарисованы кружочки, прямоугольники, треугольники, прямоугольники. Я и говорю, я говорю, Серёжа... Чё, они понимают, что ли? Он говорит, конечно. Она говорит, пчела не полетит в чужой дом. Она знает, какой её рисунок. И цвет вот они разбирают. Понимают, какой их домик. Представляете? Меня это так поражает. Так много мы вообще не знаем. О животных, о насекомых. Не знаю, когда говорят, что у животных души нет. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Даже не то слово сомневаюсь. Я не верю в это абсолютно. Они такие же, как люди у них. Разные характеры. Есть животные, скажем так, с совестью, а есть абсолютно бессовестные. Души у них нет. Всё у них есть. Только сказать не могут. А то бы они нам сказали. Ну что ты, пострадал, поорал, и всё, и есть пришёл, как всегда, да? Ладно. Надо идти кормить страждущих у меня вон тут, видите? Сидят уже на крыше, ждёт. Мои золотые. Я понимаю, может, это, конечно, вот кому-то покажется ерундой. Но я хочу вам вот предложить такой, можно сказать, бесплатный лайфхак этот. Вот слово это выговорить не могу. Можно взять две... Господи. Ну, это вот крышки от салфеток. Вот я оторвала её. Вот. Оторвала. А до этого оторвала от другой. Ну, потому что сейчас как-то больше ими пользуешься, чем раньше. Вот. И можно сделать, ну, практически бесплатную салфетницу. Просто нужно, знаете чего? Чтобы они были одинаковые. Потому что я вот давно, собственно, хотела это сделать. Но они разные по размеру. Вот. А тут у меня получились две одинаковые. Ну, и то есть я подобрала. Две одинаковые. Вот смотрите. Вот у меня свежий клей. И они прям склеились. Если у вас они, допустим, ну, давнишние эти крышечки, то просто клеем промазать по краям и всё. Ну, посмотрите. Вполне себе таблетница. Вот у меня как раз сломалась для таблеток. Вот и всё. Видите? Ой, её можно и задокупажить чем-нибудь. Оторвать вот эту плёнку. Задокупажить. Ой, ну я не знаю. Кружавчики приклеить. Можно одну сторону приклеить. Вот тут вот. Если, ну, вам, если вы так боитесь, может быть, что вдруг откроется. Взять одну сторону, заклеить. А вторая будет так. Да я так думаю. Она так хорошо защелкивается. Я думаю, что всё нормально будет. Вот так вот. Голь на выдумке хитра. Всё. Прям хорошо держится. Ну, я говорю, в крайнем случае можно клеем пройтись там. Да и всё. Вот представляете? И она из двух штучек получается нормальной, собственно, глубины. Ну, вон. Вот. Видите? Практически на ноготь. Так что не благодарите. А просто, если у вас есть такие штучки, пользуйтесь. Да, кстати, вот с этой стороны даже лучше, крепче закрывается. Ну, и что, смотрите, аккуратненькая штучка. В сумку бросила, всё. Вот так мои лапочки. Думаешь, 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 чего бы вам ещё показать? Что бы ещё придумать? По прошествии нескольких часов до меня дошло. А можно сделать её и глубже намного, если собрать несколько штучек. Одну на другую приклеить. Но вот эти вот крышечки отрезать. А сверху уже приклеить с крышечкой. И можно хоть сделать хоть вот такой вот толщины. Но если вам для чего-то нужно. Может быть, для каких-то мелочей. Для иголок там. Не знаю чего. В общем, короче говоря, можно придумать и сделать прям довольно-таки высокую коробочку. Я вот этим, наверное, и займусь. Всё равно салфетки-то покупаешь. Так что пользуйтесь. Ой. Я говорю, только мне сделали интернет на телефоне. И мне звонила Наташа. Город Чайковский Пермского края. Подписчица. Она на меня недавно подписана. Но, говорит, мне так нравится. Ой, так приятно. Полчаса мы с ней проболтали. Так интересно. Господи. Где только люди не живут и как. А я ей говорю. Я говорю, Наташа, если бы не Ютуб, не вы подписчики мои. Я говорю, я бы давно тут с ума сошла. Или ещё чего хуже. Так что вот так вот. Привет, Наташа. Привет вам. Девочки мои дорогие, я совсем забыла вам сказать. Мне сделали всё-таки интернет на телефоне. Я на связи. И что вам хочу сказать. Все, кому я должна выслать что-то. Потом девочки, которые розыгрыши поведили. Пожалуйста, напишите мне в ватсапе или в вайбере свои адреса. Телефон у меня плюс семь девять семь восемь двести двенадцать девяносто пять шестнадцать. Потому что вы меня знаете. Памяти у меня никакой. Я пытаюсь записывать, а потом забываю, где эти бумажки. Или напишу телефон, не напишу чей и почему. И потом ломаю голову. Так что, пожалуйста, мне напишите. И я вам всё соберу. И вот, когда это будет? Когда это будет? Сейчас вам скажу. На неделе, после выходных, я поеду на почту. И вам отправлю всё. Вот. А пока... А пока хочу вам сказать. У нас опять лужи, дождик шёл. Вот. А пока что хочу вам сказать. Всем спокойного вечера, спокойной ночи. Пусть всё будет хорошо. Ветрище у нас гуляет. Прям вот... Вот сегодня было двенадцать градусов тепла. Но по ощущениям четыре. Потому что ветер, мало того, что влажность, бетрища, и как-то совсем не чувствуется, что столько градусов. Ну, это нормально. Тем более, у нас тут мыс. С трёх сторон море. И сами понимаете, ветер гуляет так, что... Так что такое вышло, няукаешь? Что случилось опять? Так что сырость... Вон он, вон он. Вон он. Вот. Прыг-прыг, прыг-прыг. Как заводной. Господи, как заводной. Носится, всё сшибает. Так что, мои дорогие, не болейте. Пусть всё будет хорошо. Во всяком случае, я вам этого желаю. Судя по всему, эта гадость будет ещё долго гулять. Надо как-то держаться. Маська! Мяу! Мяу! Всё, мои хорошие. Давайте. Всем спокойной ночи. Ну и пока-пока. Я вас обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok